Юрий Стоянов Юрий Стоянов – народный артист Российской Федерации, которому, собственно, подвластны роли в различных амплуа. Юрий родился в Одесской области в селе Бородино. Семья артиста была далека от театрального искусства. Отец Николай Георгиевич Стоянов-Болгарин по национальности работал врачом-гинекологом, а мама – завучим в школе, впоследствии директором педагогического колледжа. Мальчик рос живым и веселым, уже со второго класса начал подтрунывать над учителями. Мать-зауч узнала об этом быстро и в шутку пригрозила выбросить сына из окна, если он будет продолжать и дальше так себя вести. На что будущий артист сказал «Мамочка, не надо меня выкидывать, ты еще будешь мной гордиться». Юрий Стоянов заболел театром еще в школе, когда начал посещать драм-кружок при Одесской киностудии. Так как мальчики имели проблемы с лишним весом родителей, отдали будущего артиста на сабельное фехтование. Годы тренировок привели к тому, что Стоянов получил звание мастера спорта. Кроме того, он занимался поэтической студией, а также посещал музыкальную школу, где обучался игре на гитаре. В молодости, движимый актерскими амбициями, Юрий Стоянов готовился к поступлению в АВГИК. Однако обстоятельства сложились иначе, юноша был зачислен на актерский факультет ГИТИСа. Примечательно, что соседом Стоянова по комнате в общежитии был некто иной, как сам Виктор Сухоруков. Впоследствии удостоенный звания народного артиста России. При этом Виктор был самым старшим из студентов на курсе, а Стоянов – самым младшим. Юрий не блистал успехами, во время учебы также не выделялся он и в труппе Большого драматического театра имени Товстаганова, который был направлен по распределению после окончания института. За 17 лет службы на подмостках актеру удалось сыграть только одну главную роль – постановки Амадеус. Стоянов проникновенно раскрыл образ великого маэстро. Как вспоминает сам Стоянов, большое впечатление на него произвел разговор с Олегом Табаковым, который удивился, узнав, что Стоянов играл в труппе Большого драматического театра, так как по словам мэтра столичной театральной сцены всех маломальских хороших актеров он подмечал. Стоянову нечего было на это возразить, ведь все его роли в спектакле были преимущественно эпизодическими и малозаметными, но артист даже не думал жаловаться усердно и кропотливо, продолжал работать над собой и оттачивать профессиональное мастерство. С будущим бессменным напарником Ильей Лениковым актер познакомился во время кинодебюта. Их обоих пригласили сняться в киноленте «Анекдоты». Никто не знает, что тогда сблизило двух артистов, крошечные роли обоих и уверенность в своей недооцененности или одна на двоих. Дата рождения с разницей в 10 лет. Как бы там ни было, с этого момента началось творческое сотрудничество тандема, результатом которого стали почти 250 выпусков юмористического телешоу. Городок появился не сразу. Первый выпуск передачи вышел в 1993 году, через 4 года со дня знакомства артиста. До этого Стоянов и Олейников совместно вели шоу в Киргуду, а также отдельную рубрику в комической передаче «Адамово яблоко». Только после этого артисты приступили к созданию городка. Юмористическая передача быстро стала известна, ее популярность не утихала на протяжении 19 лет. Задуманный артистами проект, которым Стоянов и Олейников сыграли множество ролей, оставаясь единственными их исполнителями, пользовался поистине всенародной славой. У городка было 7 штатных авторов, часть из которых жила столица, а часть в Одессе, на малой родине Стоянова. Программа 4 раза была достойна престижной телепремии ТЭФИ, как лучшее телевизионно-развлекательное шоу. Кроме того, городок стал первой российской передачей, которая транслировалась в странах Европейского Союза. В конце 2000-х режиссера проекта уже говорили о том, что городок пора закрывать, так как совместное старение со своими зрителями недопустимо. Но съемки продолжались до 2012 года, до смерти Ильи Олейникова. Стоянов при этом тяжело переживал смерть друга и коллеги в память об Илье Олейникове. В 2017 году Юрий исполнил песню режиссер вместе с Денисом Клявером, бывшим солистом группы «Чаев вдвоем». Такой выбор партнера для дуэта был вовсе не случайным. Олейников – это псевдоним, настоящая фамилия звезды городка Клявер. Денис приходится Илье Олейникову, родным сыном. Юрий знал это и с радостью согласился спеть с отпрыском ушедшего друга. Имена Юрия Стоянова и Ильи Олейникова в сознании телезрителей были связаны с их совместным творческим проектом. Олейников прославился гораздо быстрее напарника. У Ильи, судя по его фото, была харизматичная внешность, его быстро стали узнавать на улицах. Сам Олейников из-за этого огорчался и жалел, что популярность нельзя разделять ровно пополам. Но именно она и сыграла с юмористом злую шутку. Его примечательная внешность слишком сильно ассоциировалась с городком. И в другие проекты актера брали крайне неохотно. Он стал заложником собственного шоу. А вот неприметного Стоянова постоянно звали в различные фильмы. Заметной вехой кинематографической биографии актера стала картина «Ландыш серебристый», в которой Юрий сыграл вместе с Александром Цикало и Олейсей Железняком. Фильм повествует о двух продюсерах, которые на замену сбежавшей в Риме нашли отчаянно мечтающиеся петь провинциалку. В итоге получилась трогательная и смешная история о том, как пробиться на эстрадное лицо. Другой знаковой работой для актера стал фильм «12», снятый Никитой Михалковым как ремейк американской киноленты «12 разгневанных мужчин». Съемки проходили в абсолютно тепличных условиях для исполнителей главных ролей «12 присяжных». Михалков собрал для фильма поистине не звездный состав партнерами Стоянова. По съемочной площадке стали такие мэтры, как Валентин Гав, Сергей Гармаш, Михаил Ефремов и, конечно же, сам Михалков, исполнивший в фильме роль председателя. Фильм «12» был тепло встречен кинокритиками, и Стоянов в числе других актеров получил «Золотого орла». После «12» Стоянова стали часто приглашать на киносъемки, так как актер два десятка лет работал в комедийном жанре. Драматическая роль в фильме Михалкова не особо повлияла на смену его амплуа, поэтому артист снимался в основном в детских и комедийных фильмах, среди которых экранизация детской повести «Королевство кривых зеркал», комедии «Гитлер Капут» и «Друзья друзей». В 2009 году Юрий принял участие в съемках мелодрамы «Человек у окна». Стоянов сыграл главного героя, стареющего актера, с удивительной способностью управлять судьбами людей, а роль его соперника в «Любовных делах» досталась Владимиру Вдовиченку. Стоянов признался, что образ его героя во многом автобиографичный, а сценарий буквально написан по его рассказу, а в определенном периоде своей жизни картина стала своеобразным отчетом Юрия о его актерской жизни. Кроме полнометражных картин, фильмография артиста периодически пополняется популярными сериалами. В 2012 году Юрий Николаевич снялся в экранизации «Белой гвардии», в которой на первом плане блистали звезды российского экрана Константин Хабенский, Ксения Рапофорт, Ксения Кутепова, Михаил Пореченко. Вскоре Стоянов поучаствовал в мелодраматическом проекте «Тиграна», «Кеосаяна», «Море, горы», «Керамзит». Об олимпийской стройке в Сочи на счету актера числятся главные роли в фильмах «На крыльях». «Москва никогда не спит». В 2015 году юморист исполнил главную роль фантастической комедии «Бармен», в которой снялись также Виталий Гагунский, Иван Ахлобыстин, Юлия Паршута и Жанна Эпле. Помимо съемки в кино, актер продолжает активно работать на телевидении. Так Юрий Стоянов часто снимается в рекламе, ведет семейное телешоу «Большая семья» на канале Россия К. И программу «Лучшие годы нашей жизни на России». С 2013 по 2014 года принимал участие в передаче «Живой звук». Из последних телепроектов, в которых появился Юрий Стоянов, можно выделить пародийное талант-шоу «Один в один», где участники примеряют на себя образы различных популярных звезд эстрады, а также телевизионные шоу комического жанра под названием «Стоянов». На первом курсе института у Юрия Стоянова был роман с Татьяной Догилевой, актриса, а характеризовала эти отношения как безудержные. Ее покорил голубоглазый юноша с высоким ростом и типажом героя, но студенческий роман так ни к чему и не привел. Личная жизнь Юрия Николаевича развивалась непросто, актер был трижды женат. Его первой супругой стала искусствовед Ольга Снердженко. В этом пятилетнем браке у артиста родилось двое сыновей Николая Алексея. Оба впоследствии взяли фамилию отчима доктора физико-математических наук Максима Юрьевича Хлопова. При этом с отцом предпочитают не общаться, по мнению журналистов, из-за того, что актер сам разрушил семью новым любовным увлечением. Позднее юноши окончили МГУ. Старший Николай стал сотрудником с британской компанией T-Shine. Младший Алексей одно время работал в телекомпании Вид, позднее открыл свое дело. Второй женой стала девушка по имени Марина, однако этот брак распался, продлившись 8 лет. Сейчас Юрий Стоянов женат на Елене Стояновой. У третьей жены актера двое детей от предыдущего брака, дочери Ксения и Анастасия. В 2003 году у Юрия и Елены Стояновых родилась дочь, которую назвали Екатериной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова